Субтитры сделал DimaTorzok Говорил, что это просто скучное говно Но прошло 3 года И давайте-ка трезвыми оценим этот фильм Дальше обратим внимание на заставку после И что это было? Это означало, что Universal собиралась сделать собственную киновселенную Подобие Марвел Но все просрали Но об этом чуть позже Собирались еще появиться такие персонажи, как Человек-Волк, Тварь с Черной Лагуны Дракула, Монстр Фрэккенштейн А хотя с Дракулой собирались начинать Но только всем было на нее похуй, походу Фильм начинается с древней писанины И показы того, как Темплиеры Хоронят человека с камнем реальности Далее здесь все переносятся в наши дни И там Люди находят те самые могилы Там покоятся останки темплиеров Которые воевали в египетских землях А затем вернулись в Англию Эта находка поможет разгадать тайны Которые скрывают прошлое нашего А где интересные находки Там и люди спецподразделений Просто щит Пожалуйста, уберите посторонних Извините, постойте Это мой участок Вы что здесь делаете? Уводите людей Далее местный Ник Фьюри Сыгранный Расселом Кроу Начинает рассказывать о принцессе Которая будет мумией Принцесса Монет Прекрасная Коварная И беспощадная Комсомолка Спортсменка Наконец она просто красавица Единственная наследница египетского трона Придет день И она станет править царством фараона Наша красавица уже готовится стать принцессой Но Родился сын Кайф обламывает младенец Который унаследует царство Походу в те времена бабы были ревнивыми И завидовали даже новорожденным Из-за этого она решила завоевать трон С помощью черной магии и сета Бога хаоса и смерти Я не уверен, что эта гнилая плоть похожа на сета Так как у него должна быть ослиная голова Мои глаза открыты А сейчас будет быстрая нарезка Походу у парней этих других дел не было А тому Крузу эти выходки не понравились И он решил Врубить режим экшена И миссия невыполнима За тебя мы умрем Я подумать А чё можно думать Я думаю Эрик Я думаю Я думаю мы действительно здесь умрем Так и так Все террорюги разошлись И герои обнаружили громницу Но тут приходят военные Было слишком поздно Нас обнаружили И открыли по нам огонь А по-моему Всё было не так Два идиота Из группы глубинной разведки Носились по северному Ираку Под самым носом у врага А этот военный Сразу понимает Когда человек пиздит А Набель Уоллес Также понимает Что Круз наглый Врун И воришка Далее они спускаются в пещеру Находят саркофаг мумии Ник персонаж Круза Стреляет в трос И запускает механицу поднятия А на его друга Падают пауки И кусают его Если хочешь узнать Тайны бытия Пошли с нами Далее идёт Пожалуй Лучшая сцена фильма В общем Они отводят Могилу мумии В самолёт И чувак из сериала Новенькое Решается открыть Ящик Пандоры Я хотел как-то поныть Что пилоты Не слепые И могли как-то Развернуться Но по-моему Им это не помогло бы Всё равно Сцена 10 из 10 Круз сдох До свидания Ой, походу нет Мне кажется Если бы он не был У Аманет в избранных Всё равно От него не осталось бы Мокрого места Красивый Мускулистый мужик Кстати, что там с мумией? Куда ты лезешь? Что это? Ну или как-то так Иди сюда Позволь Ну, эта сцена поцелуя Выглядит романтичнее Чем Фу Джумаджа Возвращаемся к Крузу Он вместо того Что бы понять Что за хрень происходит Идет бухать Ты хотел меня зарез И даже бросился на Дженни И стрелял в меня Ты хотел Убить котенка Ты меня стрелял! Ты хотел уничтожить ситхов! Ты меня стрелял! Ты ходил голосовать с Лукашенко! Ты меня стрелял! Три раза! Ну ты и дебил! А ты говно! Он опять получает наркотрип и... Я перемотаю на их первую встречу с мумией. Привет, пожалуйста! Реальность полна разочарований. Но... Теперь я сам определяю реальность. Происходит скучная погоня. Возникает смешной момент фильма. Ник, сыпь ей! И мумию повязали. Отправляемся в Лондон. Что такое? Это Лондон, детка! И происходит разговор кукуруза с... Меня зовут Джекил. Доктор Генри Джекил. Теперь чувствуете, каков намек на большую вселенную? Человек, который верил в свою безупречность. Пока не заболел. Переросла в неудолимое желание. Неудолимую жажду. Хаос наслаждение страданиями других. Лучше бы про него сделали фильм. Он тут крутой. Мумию накачивают ртутью. И происходит еще один наркотрип. Ты обретешь власть над жизнью и смертью. И... Получишь меня. Чудненько теперь у него встал. Далее неинтересная болтовня. Генри превратился в Миссера Хайда. Бла-бла-бла. Скукота. Отсылка. Зомбаки. Если разобьешь камень, все будет потеряно. Ты же можешь стать богом воплоти. Присоединяйтесь или умрите. Но я собрал вас здесь для того, чтобы предложить вам присоединиться ко мне. Оригинально шо пиздец. ХААААААААААААААААААА Теперь блондинки наркотрип проводим. А-а-а. Женери. И наконец Том Круз и его друг бегают скорее всего в следующую серию темной вселенной. Открываю пивко, наливаю в стакан Не будет второй серии, не будет В общем, это была мумия И он плохой, но не настолько, как я когда-то говорил В нём есть, например, плюсы типа Неплохой мумии, она красивая, тут 100% Неплохой, как вы там, Генрих Шекилл в исполнении Рассел Кроу И сцена самолёта, ну опять же, я говорил, она охуенная Но чтобы с этого фильма начинать киновселенную, уж простите, но не надо так Это если бы киновселенная Марл начинала бы с фильма Тор или Капитан Америка Итоги этого фильма таковы Золотая малина Тома Круза И закрытие данной киновселенной, походу Так как собирались сделать невидимку с Джонни Деппом Но в итоге стало малобюджетным фильмом И кажется, Алекс Курсман Обладатель золотой малиной за трансформеров Многое на себя взял Но не нам уже судить До свидания Ставь лайк Если заебали тупые девки Подпишись Если заебали тупые девки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok